Закатное солнце, ветер, волга и звуки необычного музыкального инструмента хендпана. Его еще называют летающей тарелкой из-за внешнего сходства. По словам самарцев, его медитативные звуки помогают почувствовать единение человека с природой. Сейчас даже несколько минут помедитировала, закрыв глаза, насладилась и прекрасным ветром, и солнышком, и в то же время великолепной музыкой, которая просто, знаете, действительно в какой-то транс вводит. Мне очень понравилось, и это очень здорово, что у нас есть такие мероприятия, которые помогают людям как-то насладиться красотой набережной. Я уже знакома с творчеством этих артистов, и даже пробовала учиться играть на хендпане, и поэтому знаю, насколько благотворный эффект дает этот инструмент, и всем рекомендую. Хендпан стальной снаружи и полой внутри. Его певучие звуки напоминают звучание арфы, притягивая к музыкальной площадке всех вышедших на вечерний променад. Получали удовольствие от концерта акустической музыки не только зрители, но и артисты. Я играю на хендпанах, и на самом деле, я думаю, что для широкой публики это могло оказаться даже сложно, слушать очень много инструментальной музыки, не подкрепленной какими-то басами или барабанами. Но тем не менее, я смотрю, что народ собирается стоять долго, от начала до конца. Дозу позитива самарцы получили и от выступления этногруппы «Этрусские». Музыканты исполняют музыку на народных инструментах. Общественный проект «Культурное сердце России» реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Программу на выходные жители региона определили сами. Высказались более 46 тысяч человек. Каждый выходной – это очень здорово. Мы прямо уже привыкли, приезжаем сюда специально для этого, чтобы что-то увидеть, услышать, что-то новое для нас. Городская набережная все лето будет насыщена культурными событиями. Живая музыка, горячие танцы и мастер-классы будут радовать самарцев еженедельно по выходным. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Спасибо. Спасибо.